Ну что ж, всем привет, друзья, уважаемые подписчики. В общем, это прогноз на поединок Коннора Грего и ковбоя Дональда Серона. В общем, особо долго тут обсуждать нечего, друзья. Скажу честно, здесь есть и железная ставочка, как в случае с Фёдором и Рэмпейджем. Скажем, сейчас я вам о ней, в принципе, и скажу. Ну что ж, друзья, тут дискуссии можно вести много. Кто, за счёт чего, друзья. В общем, друзья, железная ставочка, скажем так, 99,9 опять-таки захода. Это победа Коннора Макгрегора за коэффициент 1,3. Что ещё отметить? Да, Коннор долго не выступал. Это возвращение, дебют, и дебют обещает быть ярким. Вот, друзья, что ещё можно отметить? Ну, ковбой Дональда Серона, это по всей своей карьере, это очень и очень крепкий середняк. По последним поединкам проигрывал Джастину Гейджи, Тони Фергюсону. В общем, ну ещё и приличный, скажем так, списочек поражений он это имеет. Проигрывал он довольно-таки быстро и Гейджи, и Тони Фергюсону. Хотя, если брать из всей этой троицы Гейджи, Фергюсон и Коннор, то более лучшим ударником из всей этой троицы, как бы там на каком спаде, там кто ничего не говорил, это всё только слухи, друзья. Я бы всё равно отдал, конечно же, Коннору. Поэтому, друзья, ещё одна железная ставочка, ну, с коэффициентом проходимости, скажем так, 95, это то, что, друзья, Коннор Макгрегор нокаутом, техническим нокаутом за коэффициент 1,5, друзья. В общем, вот так вот. Опять-таки, 95% захода этой ставочки. Но, друзья, в принципе, и тут ещё, я сказал бы, не всё сказано. В общем, друзья, дальше идёт уже для любителей, скажем так, чуть-чуть рискнуть. Поскольку, друзья, Коннор Макгрегор, кто бы что ни говорил, является прекрасным ударником, и, скажем так, видео, которое мне удавалось с ним находить, показывает, что он находится в отличной, в принципе, форме, тем более полу, скажем так, средневесовая категория. И там, я считаю, что у Коннора все шансы разделаться с ковбоем быстрее, нежели даже в лёгкой. Поэтому, друзья, победа в раунде, первый, второй, за коэффициент 2. Здесь я бы дал процентов 85 заходимости, то, что Коннор разделается с ковбоем за 2 раунда. Коэффициент 2, друзья. Но, опять-таки, я считаю, что коэффициент очень хороший, что именно первых двух. Спросите, почему первых двух? Друзья, да потому, что вся главная мощь и сила удара от Коннора исходит в первых двух раундах. Третий, четвёртый, пятый, там он уже, в принципе, действует не так агрессивно. И там уже, как бы, Сироны мог бы быть опаснее. Поэтому, я считаю, что первые два раунда с Коннором Сироны не переживёт, друзья. Вот. Отмечаем, что я даю очень большой коэффициент захода этой ставочки 85%. Друзья, для любителей рискнуть больше, но коэффициент захода, друзья, не более чем, скажем так, 70% уже. Это то, что бой закончится в первом раунде за коэффициент 3, скажем так. Вот, друзья. И самая отчаянная ставочка. Здесь, конечно же, 50 на 50. Утверждать, что точно нельзя, но всё-таки-то я ожидаю зрелищного и, скажем так, какого-то фееричного возвращения Коннора. Поэтому ещё, что бой закончится за первые 60 секунд за коэффициент 10, друзья. Я буду ставить, конечно, с умом на все свои ставки. Самые уверенные ставки, друзья, вот прям самые уверенные, это то, что победа Коннора за 1,3, то, что нокаутом техническим за 1,5 и победа в первом-втором раунде за глушку. Вот, друзья. Все остальные ставочки как бы чуть-чуть уже более рискованные, но решайте сами. Вот такой был мой прогнозик на этот поединок. Делимся своим мнением, что вы думаете насчёт этого поинка. Но этот поединок вас не разочарует и мои ставочки тоже. Ну, что ж, друзья. До новых встреч, до новых прогнозов. Пишем в комментариях, какие прогнозы, возможно, вы хотели услышать бы ещё. До новых встреч, друзья.